добрый день дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я вам расскажу как легко вырастить лук из чернушки лук на зелень лук на головку сейчас очень много разных сортов я вам покажу те сорта которые я выбрала для выращивания в этом году разного лука и раскрою главные секреты благодаря которым мы можем получать легко хороший большой врожай самое главное что надо знать при выращивании лука нужно знать что чернушку нужно посеять очень рано как можно раньше в какой зоне вот можно выйти вот какое время пораньше тогда нужно посеять его в грунт по зиму мы чернушку не сеем и почему надо так рано посеять потому что при коротком дне лук начинает интенсивно укореняться и закладывать будущую луковицу когда день станет длинным май июнь уже нельзя будет вырастить луковицу вы вырастите просто стрелочку это очень важно второй важный момент чтобы ускорить прорастание семян нужно семена замочить если холодно все равно замачивайте семена они так быстро не взойдут но проклюнувшиеся семена все равно будут расти быстрее если тепло тоже семена надо замочить и очень хорошо смочить бороздки в этом случае семена взойдут быстрее все растения любят тепло но есть опасность высыхания поэтому и по холоду и по раннему теплу но непременно рано если есть возможность как в этом году можно было уже в начале марта посеять я к сожалению не посеяла но и последний срок именно посева чтобы получить хорошую головку нужно и высеять именно в первой половине апреля позже это уже не имеет смысла лук на зелень можно сеять и позже если вы сейте высаживайте сивок сивок тоже можно но я именно хочу еще раз напомнить о выращивании лука из семян у меня есть подробное видео но хочется может еще новых людей которые еще не попробовали сагитировать попробуйте и вам это очень понравится как замочить семена лука заливаем просто семена каждый сорт в отдельной упаковочке холодной водой семена лука должны находиться в воде в течение суток течение суток воду желательно несколько раз поменять через сутки мы отжимаем воду и помещаем наше растение или в контейнер или в кулечек здесь они могут находиться в тепле пару суток обычно на третьи сутки уже проклевываются первые корешки но если корешки не проклюнулись и вас нет возможности высевать такой лучок уже через трое суток нужно высеять нет возможности высевать может погода испортилась в холодильнике они могут храниться еще несколько дней легко и дней 5 могут храниться вот я вам сейчас покажу лук который был замочен полтора суток назад семена просто набухли но еще нет наклюнувшихся корешочков еще раз повторю что держать их вот такой влажной среде в тепле нужно не больше двух суток если двое суток вы продержали кладите их в холодильник и они там прорастут если вы непременно хотите увидеть корешки но я высеваю и проклюнувшийся и не проклюнувшийся такой лук сходит быстро но сказать точно сколько дней нельзя потому что это зависит от температуры как я делаю гряды как высаживаю вы можете смотреть отдельное видео единственное что хочу напомнить что лук такой надо сеять на глубину 1 сантиметр лук разных сортов имеет разные сроки созревания поэтому если у вас короткое лето выбирайте скороспелые сорта в этом году я буду выращивать белый лук красный ну прям так и продают пишут красный лук на самом деле часто здесь есть и сорт вот это ред де милана очень хороший красный лучок поэтому я его и купила многие сорта просто новые но давно мне известный халцидон выращиваю его ежегодно он довольно таки быстрого созревания и хорошая большая луковица получается здесь до 130 грамм луковица должна быть у меня получается она даже больше хочу попробовать вот такой лук салатный длинненький 12 сантиметров еще вот купила лук супер сладкий гибрид написано тоже впервые такой не пробовала и обращайте внимание когда выбираете семена не на картинку а на описание вот например лук штудгарты risen это лук плоский ну картиночки часто просто луковичку снимают ежегодно выращиваю exhibition выращивала его рассадой но рассадой в комнатных условиях но мучения луку и нам поэтому стала его сеять в грунт и хочу еще вам напомнить что любой лук начали растет очень тоненьким паутинкой потом вырастает довольно хорошая уже зелень и в той стадии когда вот зелень немножко окрепла его можно пересаживать рассадь он прекрасно пересаживается вот я exhibition прошлом году показывал вам как я его рассадила и луковички были замечательными конечно не 900 грамм но луковички получаются огромные в сравнении с другим луком очень последнее время мне понравился лук шалот лук шалот это тот лук еще семейка его называют из которого первый год мы выращиваем луковичку а на второй год он уже даст сам много луковичек и естественно много свежей красивой зелени вот один из сортов лука шалот прошлого года я буду высаживать вместе с чернушкой просто показала вам как он прекрасно сохранился и теперь у меня будет много таких луковичек и следующий год весь оставила его именно для посадки а на следующем год уже часть этого лука можно использовать и в еду и с головкой рвать на зелень чем хорошо выращивание лука из семян мы сеем густо в рядок очень густо это важно и дальше прорываем прорываем едим целое лето прекрасную зелень и первый лук первый который головочки которые очень ценные витаминные это очень важно это не обязательно хранить всю зиму вот еще такой моменте лук который семена обработанные я не замачиваю вот здесь семена обработанные и в эксибишине семена обработанные и зелененькие такой конечно не замачивая просто очень хорошо нужно смочить оборостку и еще вот лук бывает разный есть просто лук на зелень гибриды прекрасная вырастает быстро мощная хорошая зелень лук батун вас будет радовать первой очень сочной зеленью в начале весны очень ранней весной когда нет другого лука и осенью решила завести шнит лук такой лучок у меня и был и есть на участке он дает прекрасные цветочки но тоже самая ранняя зелень но сейчас обратите внимание новые сорта они более высокие более сочные этот 50 сантиметров решила попробовать новый лук конечно парень парень уже поздновато сеять но его тоже можно не мучиться не выращивать из рассады а если вот вдруг такая ранняя весна посеять его и вы конечно не получите такие огромные вот эти стебли которые полезные но вы не получите никаких мучений лук прекрасно на рассаду растет в теплицах но к сожалению комнатных условиях он растет очень очень плохо и подвожу небольшой вывод чем раньше вы посеете лук тем больше вы получите урожай чтобы ускорить его прорастание обязательно замачивайте семена и третий обязательно важный момент можно сказать и секрет по который почему-то умалчивают под лук землю надо удобрять заранее если мы сеем весной то надо удобрять ее с осенью но так как я видела снимаю весной и может кто-то не успел заправить землю мы ее заправляем с осени если есть возможность то и перегноем но в основном это зола и суперфосфат это обязательное удобрение которое надо внести с осени весной вносить уже бесполезно поэтому вы можете посеять сейчас лук и удобрить на жидким но придется удобрить один раз минеральным удобрением именно фосфорным и тогда вы успеете получить и в этом году урожай и также один раз фосфорным один раз за лу жидкой и вы не пожалеете о том что вы посадили лучок на своем участке мне кажется лук это самая легкая культура за ним совершенно не надо ухаживать он сам растет только надо приспособиться к его поле все подробности именно выращивание смотрите в отдельных роликах здесь я не буду забывать забирать ваше драгоценное время выращивайте такой прекрасный витаминный лечебный продукт всем желаю крепкого здоровья легкого выращивания и оставайтесь нашим каналом до новых встреч